Здоров геймеры, с вами Виртуоз. В этом видео я бы хотел коснуться наверное самой важной темы в Quake Champions, а точнее таймингов итомов. Итомами в Quake называют все разбросанные предметы на арене. Они подразделяются на несколько групп, каждая группа имеет свое время восстановления итома. Итак, первая группа итомов это оружие, время восстановления 5 секунд. Вторая группа это боеприпасы, время восстановления 20 секунд. Третья это группа пополнения сил, в нее входит малая аптечка и малая броня. Старые Quaker ее еще называют желтым, время восстановления 15 секунд. Четвертое это основная группа итомов, которые довольно сильно дают преимущество, из-за которой частенько идет сражение. В нее входит большая аптечка, она же мига и большая броня, он же красный. И сюда можно добавить песочные часы, которые снижают время восстановления активной способности чемпиона на 10%. Время восстановления итома из этой группы 30 секунд. И последняя, пятая группа, это усиление. Qua Damage, четырехкратный урон и Protection, защита. Время действия усиления 30 секунд, а время восстановления итома 2 минуты. Всегда за усиление идет жесткая бойня. И тут мой вам совет, не лезьте на рожон, стойте где-нибудь недалеко от места появления и внимательно следите за таймером итома. Одно деление таймера равна 10 секунд, если последнее деление начинает мигать, осталось 5 секунд до появления итома. И уже в этот момент можно врываться. Хочу обратить ваше внимание на то, что все тайминги актуальны на момент бета-тестирования, и в дальнейшем могут измениться. Но лично мое мнение, такое вряд ли произойдет, все тайминги довольно хорошо сбалансированы. Ну если только что-то нашаманят с песочными часами. И напоследок, я сделал вот такую вот картинку с таймингами, возможно кому-то понадобится. Ставь видео на паузу и скринь, или заходи ко мне на страницу вконтакте, она там есть в фотографиях. Но на этом все, спасибо за просмотр, с вами был Виртуоз, увидимся в следующем видео.